Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение игры под названием Метро Исход. В прошлой части мы с вами обнаружили нужные нам снимки, и теперь будем возвращаться потихонечку на поверхность, и уже, наверное... Ну, вряд ли мы отправимся на поезде, потому что у нас нет ни воды, ни топлива. Так что... Мы здесь на какое-то время, скорее всего, еще задержимся. И я думаю, с этим бароном увидимся, как минимум. Так, здесь какая-то запись оставалась. Последние приказы... Да, е-мое. Последние приказы. 12 января 2018 года. Пять лет с последнего сеанса связи с командованием. Пять лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание, ждать инструкций. Поки сокращать больше некуда, и тем не менее запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету. Ресурс техники и силы людей на исходе. Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс. Времени у нас осталось немного. Экологическая обстановка снаружи ухудшается с каждым днем. Спутниковый мониторинг позволяет заключить, что уровень радиоактивного заражения местности превышает все спрогнозированные сценарии. Пересчитать относительно чистые зоны в северном полушарии можно по пальцам. Ближайшая более чем в 200 тысяч километров от нас. В сложившейся обстановке я не могу более нести ответственность за личный состав. Последними моими приказами будут... Нарушить директиву 0.1, выйти на связь с правительственным комплексом в Ямонтау и потребовать дальнейших инструкций, соответствующих сложившимся положению. Если в течение трех суток таковые не будут получены, покинуть центр связи и пробиваться в ближайшей чистой зоне. Это две с половиной тысячи километров, и я не представляю, как их преодолеть в сложившейся обстановке, однако добраться туда единственный способ обеспечить выживание личного состава. На этом я слагаю с себя полномочия. Бывший командующий центр спутниковой связи Каспиазин. Полковник Марков. Видимо, вот он, полковник. Так, ну что ж, давайте возвращаться. Так, манарик обязательно включаем. Калаш на готове. Сейчас эти мрази, наверное, опять поползут. Не просто так же они меня отпустят. Так, а здесь нет, случайно, какого-нибудь шортката? Да, есть. А то я хотел уже обратно... тем же путем обратно. Пойти. Пойти. Ну, здорово. Сейчас, сейчас, погоди, не вырубай. Ладно, выключай. Ну, выключай давай. А я побежал. Я слышу, они копошатся уже! Кыш, кыш, кыш. Кыш, 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 сказал. Кыш, бросай, бросай. Уйди, 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 уйди. Уйди, говорю. Блин, я еще и очередь всадил просто в никуда. Так, ну, этих жарить, на самом деле, можно. Близко подходить. А вот с пауками большими проблемы. Так, здесь мы просто пробежем. Сзади, сука. Так, я заблудился. Куда дальше, не помню. Они уже здесь. Ну, все, со всех сторон начинается. Сюда никак, да, лифт не работает. Я просто забыл, откуда я пришел. Классно, вы проваливаетесь сквозь текстуры. Замечательные у вас анимации. И вы очень дружелюбные. Я реально забыл, откуда я в итоге пришел. Давайте вот здесь сидеть с фонариком. Ну, что, теперь не можете, да, достать меня? Хотя бы одного давайте замочим. Можно, в принципе, пострелять. Ну, я стараюсь, братан, но... Видишь, у меня проблемы возникли некоторые. О! А сейчас открылись двери. И он еще меня нагоняет, подгоняет. Так, еще по патронам. Да все нормально по патронам. Четыре минуты у нас фильтра. Вроде как мы можем дышать, на самом деле, уже. На всякий случай, не буду снимать противогаз. Давай быстрее. Ну, ты врубаешь, что ты там думаешь? Главоломку решаешь. Пазлы складываешь. Ну, че стоим-то? По центру. Движемся по центру. На, с кулака. А это трофей мой теперь. Я жму все. Поблевать, кто не успел, тот сам виноват. К сожалению, нельзя. О, красиво. Как ты у нас? Так что осталось отвезти к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Я рассчитывал на винтовочку. Это вроде как калаш модернизирован. Такой же, как у меня, возможно. Вы очень безучий. Мунай Байлер много поход ушел. Почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается, нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то была. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ним. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаешь, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свой судьба. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам, сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священное пламя. Он тоже согласился? Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для барон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду продальше думать. А вот и правильный подход. Тоже верно. Так и покатился этот мир к чертям. Удачи пожелать. Да. Спасибо за удачу. Это, похоже, новая буханка, потому что сюда я ее явно не сгонял. Видимо, они как лодки все-таки. Так, ну что ж, ночная поездочка. Хотя лобовуха абсолютно такая же. Трещина там же. Может быть, все-таки заспавнилась моя буханка. Я же здесь ее не оставлял. Это точно. База, это Анна. Черт, это песок. Я рядом с ботом. Лежу за основной дорогой. Активно тянись. Пока ничего особенного, но лишний ствол бы не помешал. Ствол меня есть. Отправляю твои координаты нашим разведчикам. Всем слушать! Барон говорить будет! Да... Как что, надоел барон. Барон говорит! Ладно, придется послушать. Перетер я по радиус паханом этих гастролеров с поезда. И вот даже не знаю, что ей сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто за... А хавастому катанию верховного хавастования. Что-то задание, правда, не колется. Вот там секретное оно. Но... Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда этот полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Ха-ха-ха! Ох, давно так держал, да! Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Конечно, отблагодарит. Все в бункере. Хе-хе-хе-хе, ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник, и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Всем отбой, барон сказал! Так, давайте глянем на карту. На самом деле мне нужно продолжать по прямой ехать. И тут какой-то вопросительный знак появился. Туда мы обязательно заедем в первую очередь. Но хотелось бы переждать все-таки ночь. Ну ладно. Буду просто прищуриваться и смотреть, может быть, здесь бандосы. Скорее всего, на знаке вопросов будет бандосы. Здесь помимо бандосов еще эти твари. А, кстати, на карте... Да, ну на карте метка УАЗика исчезла. У него вообще метка есть. Так, кажется, у меня проблема. Я как-то подпрыгнул. Пытался с картой вылезти. Он вообще отображается, УАЗик, на карте? Вроде как нет, да? Возможно, второй УАЗик стоит там. Возле входа к пещеру. А может, он просто тэкнулся. Не знаю. Скорее всего, нескоро мы это выясним. И нужно ли это делать? Так, не уверен, что здесь безопасный проезд. Вроде как все нормально, стабильно. Так, вот здесь вот мы, возможно, сможем переночевать даже. Ну-ка, давайте здесь тормознем. И мне кажется, здесь бандосы будут. Хотя пока что никакого движения даже не вижу. А, это, собственно, Анна. Так что все нормально. Так, ну сначала мы заскочим вот сюда вот. Главное не упасть вниз. Потом не подниматься пешкодром. Так, что у нас здесь? Нет, здесь, к сожалению, отдохнуть нельзя. Ну, а то барахлишка. По аптечкам у меня все нормально, да? Еще где-то около трех... Нет, две аптечки осталось. Давайте сделаем, наверное, пару фильтров. Сделаем одну аптечку. Пока хватит. Так, ну и теперь будем подъезжать к Анне. Смотрите, как в сумерках смотрится наш великолепный транспорт. Чтобы лобовуху заменить. Я уже об этом говорил. К сожалению, здесь нет грейдов транспорта. Так, вот здесь это, возможно, будет верстак. И мы сможем даже отдохнуть вместе с Анной. Что еще более заманчиво. Ты? Да это не пыль. Ты кашля еще до пыли начала. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарища тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. Че-то такое? За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Ты сел на бинокль. Как же хочется смыть себе песок. Как же хочется взять вот этот ствол. Так, ну. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Видимо, здесь не верстака, не поспать даже. К сожалению, нам придется ночью дальше выдвигаться. Хотя, по-моему, уже рассвет на самом-то деле. Так, а не, отображается, отображается УАЗик. Значит, он действительно тэпнулся. Так, ну что ж, потихонечку тогда пойдем по каждой метке, наверное. А потом уже на основное задание. Сначала давайте по точкам. Сначала, в первую очередь, на кран, я думаю, залезем. Что, видно что-нибудь? Забавно. Они даже это продумали. Ладно, ладно, все будет нормально. Сейчас еще вот сюда вот наверх заберусь. Может, здесь вверх так будет. Нет, к сожалению, нет. Ну ладно, в принципе, вооружение есть. Собо проблем не должно возникнуть. Смотрите. Может быть, мы поселимся здесь с Анной. Я буду сидеть на этом стульчике, попивать, не знаю что. Смотря на эти прекрасные виды. Нефтедобывающие конструкции. Разве это не мечта? Так, ну ладно, погнали на кран. В принципе, здесь можно спуститься. Либо можно доехать, наверное, по дороге. Хотя я не уверен. Ну туда вот можно подъехать? Ну, предположим, что нет. Ладно, давайте сначала на кран сгоняем, потом вернемся за буханкой и поедем дальше по другим точкам уже. На бухан... Твою мать! На буханке. Так, немножко провалился. И времени от времени мы будем делать быстрое сохранение. На всякий случай. Теперь мы все-таки выяснили, что... У игры много проблем. Различных. Лучше время от времени сохраняться. Я думаю, там дружеский какой-то... Человек. Мне кажется, мы найдем еще одного союзника. Потому что... На прошлом кране, в прошлой локации мы встретили механика. Он подозрительный, но тем не менее... Он нам помог. Так, нам, скорее всего, надо наверх на мост забираться. А может быть, здесь снизу... Можно будет залезть. Давайте попробуем снизу залезть. Вопрос в том, один он там или нет. Может быть... Ну, вряд ли это вражеское укрепление. Скорее всего, там просто кто-то живет. Очередной изгой-отшельник. Не, наверх, видимо... Так, просто не забраться. Вот это вот что за дымка, задымленность какая-то? А, она что-то рассказывала про разрушенный корабль, но я мимо ушей, естественно, все пропустил. Какой-то дым из ниоткуда пар непонятный. Так, ну, видимо, нам в любом случае, видимо, да, придется подниматься. Хотя вот здесь хвост. Нет, видимо, бесполезно. Так, ну, сначала мы все-таки с краном разберемся. Окей, тогда возвращаемся вон туда вот как-то, забираемся. По моей тени было видно, будто я парил. Над песком. Скорее, я не шел по нему. Кстати, я на ноги даже не смотрел ни разу. А ноги здесь присутствуют. А это, несомненно, сразу огромный плюс. Ну, вот здесь вот, я полагаю, мы можем забраться наверх. И сейчас зайдем в гости к этому человеку. Ну, по крайней мере, Анна говорила об одном человеке. Если бы там толпа была, она бы заметила хотя бы двух. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. И, по-моему, он шмаляет в меня. Но я бы сказал, что он плох. Вижу, гада. Сейчас я его. А я не вижу. Но это не он. Это кто-то еще. Значит, все-таки их здесь много. Как оказалось... Да, мразь. Как оказалось, это укрепление бандосов все-таки. Так, вроде попал даже по кому-то. Да, нормально. По головам работаем. Вот действительно... Хорошо... Вот этот, мразь, только прячется. Хорошо, что я сделал из пистолета снайперскую винтовку подобие какое-то. Так, есть. Но надо похиляться, иначе один выстрел в лицо. Особенно, если это снайпер сделал. Так, ну поехали. Пока что никого больше не вижу. Хотя вон там кто-то светит, по-моему. Да, нихеровая у них, конечно, позиция. Здесь укрепление. Вон. Это моя реплика. Вон он. Так, сюда можно забраться. Значит, это еще не все. Музончик играет. Боевой. Значит, кто-то еще остался. Кажется, кого-то слышал даже. Так, главное, чтобы у них здесь растяжек никаких не было. Я рассчитывал, что эта бочка взорвется, но, к сожалению, это не так. Так, ну вот музыка уже стихает, по-моему. Какой-то глушитель. Да, вот теперь, похоже, это все. Так что, я думаю, мы можем даже и фонарик включить. С другой стороны, я шумел достаточно неплохо. Меня и так было легко заметить. Я, кстати, не обращаю внимания на радар. Мы же установили себе на эти наручи радар. Может быть, когда-нибудь он будет полезен. Но явно не сейчас. Открытая местность, опять же. Снайперский прицел четырехкратный. Отлично заходит. Так, ну на близких дистанциях лучше, наверное, калашом вооружиться. Вроде как чистый, отполированный у меня. Не должен заклинить. Так, вот. Вот это новый ствол, по-моему. Ну-ка, давайте вот это говно заменим. Да, вот и снайперские патроны. Ну-ка, прямо сейчас мы можем открыть инвентарь. Я надеюсь, он там не наверху сейчас не спустится. Вальяжно-то аккуратненько. Почему я сменил... Я не это хотел сделать. Почему я выкинул калаш? Я вот это говно хочу выкинуть. Видимо, только первый слот можно заменить. Блин, ну... Дерьмово, на самом деле. Дерьмово. А на второй слот, если я так сделаю... О, пистолет. Ну хотя бы пистолет давайте заменим. На третий слот не засунуть. Пистолет мне, в принципе, теперь не нужен. Я его как снайперку использовал. Ну-ка, давайте собрать что-нибудь интересное попробуем. Снайперский приклад. Тяжелый приклад есть, который увеличивает прям хорошенько стабильность. Его, наверное, и возьмем. Далее. Тяжелый ствол. Максимум урон. Чтобы пробивал их тело. Точность, стабильность. Крайне низкая будет, но терпимо. Далее. Шестикратная оптика. Смотрите на этот ствол. Четырехкратная тоже нормально, на самом деле, заходила. Однозарядный магазин. Стабильность еще хуже. Но, ладно. Лучше магазин, наверное. Ну и все, собственно. Вот такая вот у нас винтовочка. Вот так и получилось. Ну, не очень мне нравится такого вида... Такого вида оптика. Ну, ладно. Сойдет, наверное. Главное теперь... Главное зато у нас есть магазин. И, я так понимаю, нам не нужно каждый раз передергивать затвор. Ну, посмотрим. Если что, поменяем. Если что, уберем магазин. Всем слушай! Бород говорить будет! Всем слушай! Бород говорить! Интересные дела творятся, браточки. Крайнюю бою кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это кастролеры с порвоза. Я им предъявил. Но они с тем уезжают, типа, не при дела. А только видели их людей на дачеле, что у пацанов на посту было. Короче, отборожки. По всему полны. Поэтому крюме никому не щелкать. Я бы двой. Бород сказал. Так, еще можно наверх подняться. Так, ну что ж, я предлагаю, во-первых, прослушать запись. Гастролеры заняли станцию. Выставили посты. Их человек 10, но организованы хорошо. Наблюдаю. Один гастролер на машине катается. Я присмотрелся, а это Саулова буханка. Старшего с поста в руинах. Попробовал вызвать. Не отвечаю. А он ее засек, смотри. Вези золокматые беглые два дня от нас ныкались. Я же дорогу меня пока не заметил. Да, я не заметил. Это, видимо, до того, как она его заметила. Выкину на летках в последний день. Опять же лаву эту ловят небось. Хоть бы поймали уже. Сколько можно? Этот черт на Сауловой точили к снайперу на истакане приехал. Труд отчет, походу. Так, это уже ближе к концу. К развязке. Шайда, засекли. Один сюда я. Сейчас его сниму и меняю позицию. Почти получилось, братан. Но этот чувак неплох был, на самом деле. Он знал свой дел. Так, крафтим патроны для снайперской винтовки. Теперь у нас пистолетных патронов куча. Можем их потом в дальнейшем разобрать. Вот так. Вы тоже это слышали? Да сигналит. И орет. Че происходит? Так, я понял. Теперь я за снайперу, по всей видимости. Давайте наверх, на позицию его. Сейчас посмотрим, какое там укрепление, какое там гнездо снайперское. Я же так понимаю, он отсюда зашмалял. Где он вообще? Его женщина вроде сняла, но я даже его не вижу. А, не знаю где он. Ай, больно. Мужики. Ну, давайте сюда проберемся, попробуем. Здесь его тоже нет. Здесь лишнее немножко барахло. А вот ствол, смотрите, лежит. Может, он свалился отсюда. Да хватит жахать-то! Ребята, подождите. Я не выбрал нормальную позицию. Ага, я теперь вернуться не смогу. Здорово. Нет, все-таки затвор мы переводим. Уже не так просто целиться. Особенно сидеть. Эх, ты мразь. Да хватит, еб твою мать. Как они простреливают? Хотя это дырявый, конечно, пластин. Да, они пластину простреливают. Мне уже здесь наверху, походу. Наш шифт, он не задерживает дыхание. А даже если бы задерживал, это было бы неудобно. Я попадаю, но урона недостаточно, чтобы пробить насмерть сразу же. Чё такое заклинило? А, перезарядочка. Я думал, у нас в итоге что-то похожее на ДМР-ку получится. И траекторию не особо видно. Вот куда пуля полетела? Выше или ниже? О, попал наконец в голову. Надо привыкать, короче. Вроде чётко в цели идёт пуля. Меня опять попали. Жрём аптечку. В принципе, можно и не отстреливаться. Но я же должен испытать ствол. Да еб твою мать. Вот здесь вот непонятно, куда пуля летит. Ну-ка, значит, так попробуем хотя бы. Чё-то он хорошо позицию подобрал. Эть! Сукин сын. Ладно, в тело пришлось убить. Не, нормально. Два выстрела в тело. Ну, целиться непросто. Сенсу снизить, можно контролировать вот это дыхание. Так, ну, возможно, это даже все. Проблема в том, что я назад не могу вернуться и их золотать. Или могу? Не, могу-могу-могу. Просто я, видимо, херово прыгал. Неужели никто не подобрался? Я думал, они близко уже здесь, прямо на этом месте. А в итоге нет. Так, ну чё, мы пойдём их лутать? Наверное, нет. Лень мне спускаться. Так, просто постреляли, как в тире потренировались. Надо привыкать к винтовке. Сейчас посмотрим, как позицию Анна сменила. Она вообще отсюда свалила. Судя по всему, да, у неё здесь неплохо всё было обустроено. Да, здесь её нет. Классно, классно. Она здесь и прибралась. Так что это не гельчета, это магичка, видимо. А Анна. Не зря она кашляет. Постоянно. Так, окей. Эту точку чекнули. Всё, теперь берём УАЗик и едем дальше. Погнали. Продолжаем наши ночные покатушки. Сейчас сделаем пару аптечек. Давайте замаксим. Может она, кстати, туда залезла? Залезла. Но я даже знать не хочу. Пожалуй, я потороплюсь. Пожалуй, мне пора. Взглянул на часы. И решил, что пора выдвигаться дальше. Да, УАЗик. Этот чувак подтвердил, что УАЗик действительно один. Так, ну теперь мы едем, в принципе, по прямой можно. Ну да, давайте мы увеличим себе... Себе дорогу, путь. Но я не хочу разворачивать целую историю. Здорово. Так, а дворники не работают, случайно? Хотелось бы пятнышко это стереть. Не очень приятно, конечно. О, оно само пропало. Так, и теперь мы, собственно, по прямой. Заворачиваем, точнее, налево. И едем дальше. Этот, по-моему, будет корабль, да? Скорее всего, я к кораблю сейчас приближаюсь. Железнодорожные пути. Так, и вот мы уже рядом. Хотя не особо до перекрестка. До самого перекрестка. Куча мопцов, как всегда. И уже светлеет потихонечку. Так, вон там кто-то, по-моему, фонариком светит, честно говоря. Да, здесь мы где-нибудь... Да, я вижу человека. Здесь мы где-нибудь запаркуемся, пожалуй. Жалко, тушить фары еще нельзя. Да, человек. Сейчас позицию надо подобрать. Получше. Здесь, в принципе, можно укрыться за этой пластиной дырявой. И все как на ладони. Ах, сукин сын. И меняй позицию. А как не попал? Да, сука, ты надоел дрыгаться. Мда. Просто когда я стреляю, он либо дергает башкой. Либо перемещается. Ну и плюс нестабильный, увидите, как прицел елозит, когда я встаю. С другой стороны патронов много! Вот только вот этих ребят я не ждал. Надеюсь, они вдвоем сюда ворвались. И больше не будет. Нет, хрен с два. Так, ладно, меняем снова позицию. Ну почему задержать дыхание нельзя? Или он все-таки задерживает дыхание? Потому что сейчас, по-моему, постабильнее. Ну-ка, нажимай Shift, смотрите. Ничего не меняется. Может быть, на другую кнопку. Либо задерживать дыхание вообще нельзя все-таки. Так, ну там еще один светит фонариком. Или это лампа уже? Походу все. Очередной блокпост. Музыка до сих пор играет, а она мне... А, не-не-не, не все, не все, смотрите. Вот теперь все. Прям по музыке можно ориентироваться. Что прикольно. Так, ну что ж, мы можем подъезжать. Очередной блокпост захвачен. Сейчас полутаю здесь. Может быть, верстак... Хотя верстак мне особо не нужен. Разве что оружие почистить. Так, ну здорово, ребят. Не получилось. Барон говорить будет. Всем слушать! Барон говорит! Да, по каньону в горах у источника. Где дети лохматые против наших пацанов поперли. Вань, тебе что? Мое слово! Это так, шопу подтереть! Хорошо, конечно, что рабы там сами плодились и жрать не просили, да? Ну так и надо было их забирать, пока не борзели. А теперь достались, что они на повелителе огня лопу подняли. А раздать все, всех в расход, я сказал. Уууу. Прямо двое, что он сказал. На два фронта воевать. Все, ГГ, прощай, барон. Так, смотрим, что у нас за записочка. Обгоревшая записка. Рашпиль, я в араборту. Прапор все поделать, сер. Мои лохматые раскопали вход в тот ангар, ты должен это видеть. Не врал хрен старый? Тут реально до военного барахла валом. Я без понятия, как вояки про такое забыли. Видать, правда, жучело этот старый рассказывал, что туда прапора всякие ненужные барахло складывали, чтобы не списывать. Точно говорят, до войны народ жиру вообще бесился. В общем, никому ни слова. Бери лохматых, бери машины все. И тихо, ночью без фар, чтобы даже демон не углядел ничего. Рви сюда. Надо по шустряку все самое ценное вывести, пока мужики не вкурили. А то пойдет жара. А потом барон все себе заберет. Пока можно, берем все, что получше, тащим к себе и сидим на нем ровно. Типа мы не при делах. За прапора не парся, я его мучканул и уродом в гнездо скинул. Этот алквяш нас бы первым делом заложил. Я и так не знаю, кому еще он успел растрепать записку сожги. Так, ну обязательно сожгу. Я-то все сделаю. А записка будет сожжена. Может довериться мне. Так, ну здесь уютно достаточно. Ладно, я сейчас полутаю. А на этом мы уже остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok